здравствуйте драгоценные мои друзья ну что же сегодня день сказок давайте с вами почитаем какие-нибудь сказки волшебные ну мы с вами еще цыганские сказки не разобрали до конца у цыганов там очень много своеобразные а то нам уже с вами надоели эти братья гримы гримуальды старые немецкие пьяницы которые нас пугают всякими ведьмами людоедами все-таки надо разнообразить сказки народов мира друзья мои у нас с вами такая рубрика ну и сегодня для разнообразия вот давайте северной сказки сказки корякские друзья мои северный народ и называется сказка мухомор ну а сами понимаете где коряки там тоже колдовство потому что на природе без колдовства не проживешь ну и мухоморы друзья мои как говорится тоже гриб такой особый мистический ну давайте начнем мухомор пошел сох имена у них сложные пошел сохолы сахалалан вот такое имя друзья мои здорово вот если бы вас звали сахалалан как бы вы себя чувствовали я бы ну наверное привыкли в конце концов думаю эй сахалалан как дела вы уже уже привыкли как отзываться ну а в принципе имя не такой сложный бывает гораздо сложнее нормально ими можно его сокращать суху суха у нас он будет сахалалан с пошел сахалалан жениться на лисе ну как я понимаю он был человеком то есть поймал лису и как говорится решил на ней жениться увидела его леса и убежала сразу в тундру поняла его за то есть он или он ее сожрет на на шкуру либо так сказать видите вообще решил жениться то есть это леса тоже посчитала что иметь мужем сахалалана это это явно несчастье лисея пошел сахалалан жениться на куропатке взял в жены куропатку прожил с ней один день и убежала куропатка домой да друзья мы видим и он был действительно как бы какой-то корякский извращенец плюс еще наверное вонючий такой что даже куропатка ну уж попалась так попалась но видно все равно ночку переночевала и рванулась себе в тундру сказала ну дела ну дела такого не расскажешь никому пошел сахалалан свататься а невеста к другому жениха убежала ну наконец-то решился не на зверях жениться как говорится не на птицах а на женщине ну женился сахалан на женщины поставил полок полок какой-то полок поставить ну типа наверное юрту такую родила жена двух детей сына и дочь показала сына мужу а дочь спрятала за полок еще раз родила жена двух сыновей а дочь все время хоронит за пологом то есть не показывает этому сахалану видимо морду этого сахалана друзья мои нам его тоже здесь сказки не показывают но я понимаю как говорится просто просто какой-то такой громозека значит даже дочь ему не показывает пошел сахалалан в гости к сестре и брату то есть у него все таки еще родители были значит сестра и брат угощаются холана мухомором а сахалан не может удержать его в себе только проглотит мухомор тот обратно у него вылезает вымоет сестра мухомор и опять глотает его сахалалан тот опять вылезает друзья мои в общем как бы для нас непривычно такая вот корякское гостеприимство когда у вас там мухомор вылезает обратно его там сполоснут и обратно вам потому что как бы особого угощения нету там стол накрыли и там одни мухоморы да и то не густо там один да маленький вот они его пробуют все по очереди значит говорит брат и часахалалану это твоя жена стоит ты не ты не знаешь что-то строит строит а то есть жена сидит дома и проклинает чтобы сахалан не нажрался мухоморов и не пришел как бы это с пьяну она его там проклинает и поэтому у него не укладывается вот это видите все все на колдовстве построен даже вот жена знает что нечего пускать там ну как бы в корякских этих магазинов нету водки не продают поэтому они как бы там ну пьянствуют мухоморами а жены тоже недовольны этими делами значит дала сестра сахалану торбоза с шипами на подошве на каких ходят в гололедицу и две палки заостренные на концах ну просто как бы этим шипованные такие шипованные сапоги потому что решили его выгнать потому что и там родственники тоже не любили сахалан потому что видимо он вообще не мылся ведь его как бы и звери не уважали и жена его не уважала и в общем-то и родственники он ходил все время по родственникам там где-то побирался мухоморов нажрется придет там напердит на воняет ну они уж дали ему должна тебе сапоги с шипами на тебе вот эти вот как бы палки такие лыжные ну и как для шведской ходьбы и иди отсюда иди больше не приходи там какой приходи через десять лет повидаемся там ну там далековато идти знаете там по соседней этой как бы стойбище там можно там 15 верст да и то еще не найдешь думают иди там хоть еще тебя этого как бы пурга бы замела вообще следы чтобы ты вообще пропал этот сахалан такой в общем вонючка был никто его не любил значит приходится холодом домой а жена выкрасила ягодным соком деревянного кита и поставила у берега давай попрыгаем говорит жена не перепрыгнул сахалан через кита вонзил шипы и палки в спину кита оттолкнула жена кита от берега ну а кит деревянный игрушечный и пошел кит ну типа лодки пошел кит на одно морское то есть она там еще в этой лодке дырку проковырялась чтобы видимо как бы погубить вот даже видите в корягских делах там похоже детектив да вот жена такую надоел видите брат в сестрой выгнали жена пришел он пьяный от этих мухоморов она им давайте поиграем лодку нарисовала как бы и там красным цветом как будто это кит хотя киты красные не бывают ну в общем объегоривала его и в этой лодке как в которой не было ни спасательного пояса ничего как это не весел а только дыра в этом ну так в днище и в общем сахалан пошел эх пошел на дно морское это оттолкнул оттолкнул кита жена от берега и пошел кит на дно морское просит молится халан водоросли поднимите меня со дня морского на берег даже там не помер нет сахалан когда ты ходил по земле ты рвал волосы у травы то есть траву мял а трава не любит этого а вот вы мнете траву тоже смотрите как потонете будет потом вам как никто не поможет подходит сахалан кусту говорит тоже морской как у куст помоги мне подняться со дня морского нет ты жег меня огнем когда ходил по тундре проплывают над их халаном рыбы кричит им сахалан рыбы рыбы поднимите меня со дна морского на берег не сахалан когда ты ходил по берегу ты ловил нас и резал на юкалу жрал рыбу в общем увидел сахалан мухомор где-то в море мухомор хрен его знать но был в общем то в общем у него такие видения в разных мирах он начинает уже там на везде его посылают даже в аду сахалану нет места потому что слишком вонючий значит увидел мухомор и взмолился ему говорит мухомор ты хорошо относился ко мне на земле любил меня искал меня и когда меня ел тебе весело было ты песни пел поднял мухомор сахалана со дня морского вот тебе жена моя съешь ее а вот тебе жена моя а то есть мухомор свою жену ему отдает ну тоже мухоморку съешь ее и будете она тебе весело сахалан лег на берег и поет песни я съел жену и мне стало весело услыхала жена ну уже настоящая сахалана голос мужа и говорится нам ваш отец идет из гостей идите привезите его позвал отца старший сын не слушает сахалан песни поет пошел младший сын за отцом хотел поднять его выдернул нож сахалан и срезал сыну на руке бородавку друзья мои сказка просто просто огонь у меня уже мозги заплели там этот сахалана лучше бы сразу грохнули еще при рождении потому что ну такого тут в этих на навидаешься увидала мать облитого кровью сына и разрезала сама себя на куски и сказала ноги и руки мои вечерней звезде голова моя утренней звезде поется холлан чтобы жена его услыхала с того света то есть жена себя зарезала еще ой господи поет он поет силы его покидают подошел к нему шаман плюнул ему в рот и запел он так громко что услыхала его жена с того света и удивилась как он мог сюда попасть ее муж сделал сахалан летающую байдару из моржового клыка и полетел к умершей жене и привез ее домой к своим детям проснулся утром сахалан с тяжкой головой дала ему жена чаю и мясо вот друзья мои даже чай они с мясом пьют у них там вам тортов и пирожных какой-то выпечки хлебушка лепешечки там не будет блинков нет там просто муки нету там все с мясом как говорится чай с мясом как говорится все с мясом пирогов тоже нету одно мясо да и то сырое эх дала ему жена чаю с мясом и сказал ты чуть вчера не умер от мухомора сыновья тебя нашли в тундре едва догнали не догнали бы да ты высоко ноги поднимал а ну друзья мои вот вся эта туфта которую мы с вами прочитали это оказалось что он пошел просто нажал с мухоморов а все то что его жена там топила с красным китом что он там с водорослями разговаривал с мухоморами разговаривал там сыну там какую-то бородавку отрезал жена потом это себя зарезал это все ему казалось в мухоморных видениях а вот так друзья мои так что видите какое мухоморное пьянство царила в этом в нанайских сказках так что вы друзья мои мухоморов не ешьте иначе тут кто его знает кто вас там жены мухоморы или кто вам привидится или вы там женитесь на куропатке или на лисе или они на вас женятся да тут друзья мои всякого можно ожидать в общем не жрите мухоморы и не читайте на ночь на найских сказок все драгоценные пока счастливого